Случалось ли у нас подобное раньше, когда пешеходы или водители кулаками наводили порядок на дорогах? История умалчивает. По крайней мере, официальных сведений на сей счет нет. Поэтому случай, произошедший накануне, можно считать прецедентом. 21-летний водитель Мазды решил на свой лад преподать уроки ПДД. На улице Тургенева он избил пешехода, внезапно выбежавшего на проезжую часть. После этого в полиции поспешили собственными предупреждениями. По улице Тургенева 21-летний водитель автомашины Мазда избил 31-летнего пешехода, который переходил улицу неустановленного вести. Сейчас по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 257 проводится расследование. В связи с этим хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах, водителям соблюдать установленную скорость движения. Полицейские делают одинаковые предупреждения и водителям, и пешеходам. И тем и другим, по их мнению, еще учиться и учиться культуре поведения на дорогах. Однако небольшой опрос, проведенный нашей съемочной группой, показал, что зачастую сами пешеходы слишком беспечны, водителю особо терять нечего. Ну, они, например, перебегают быстро дорогу. Пешеход должен хотя бы, хотя бы просто посмотреть по сторонам. Ему что, вот он даже не думает про свою жизнь. Водитель что, ему от силы дадут условно, и все. А он коллегой на всю жизнь останется. Это то, что они даже не думают о своей жизни. И пешеходы, и водители не правы. Водители не должны лихачить и обязаны придерживаться правил дорожного движения. Соблюдать их обязаны и пешеходы. И все будет хорошо. Конечно, нельзя этого делать, избивать. Но самое главное, что так вот неожиданно выскочил, конечно, это для водителя очень большой стресс. Между тем, статистика дорожных происшествий неутешительна. Поток автомобилей растет, да и количество ДТП особо не снижается. Так, за прошлый месяц в области произошло 59 аварий, в которых погибли 5 октябинцев. А штрафованными за нарушение ПДД оказались свыше 600 пешеходов. Акмирал Майкузова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».